Вкусное блюдо грузинской кухни полюбилось многим, предлагаю вам свой вариант приготовления чинахов. Предварительно на сковороде обжариваем лук, морковь, грибы и фарш, затем эти оставшиеся ингредиенты выкладываем в горшочки, добавляем консервированную фасоль и заливаем соусом, запекаем в духовке около часа. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Для приготовления блюда берем морковь и натрем ее на терке. Репчатый лук нарезаем кубиком. Пуриное мясо нарезать небольшими кусочками, кости извлечь. Смешайте мясо со специями и обжарьте на растительном масле. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обжаренное мясо укладываем в горшочке по 3-4 столовые ложки на один горшочек. На растительном масле обжариваем лук. Добавляем морковь. К мясу в горшочке добавляем нарезанную картошку. Потом зажарку. Нарезаем грибы. Обжариваем и добавляем в горшочки. На растительном масле обжариваем сухую муку. Жарим 3-5 минут, помешивая. Добавляем томатный сок. 0,5 стакана увариваем. Добавляем оставшийся сок и 500 мл воды. Взбиваем все венчиком, размешивая и разбивая комочки. Получаем соус. Посолите. Добавьте специй. В горшочек выкладываем консервированную фасоль. Заливаем соусом. Запекаем в духовке закрытый горшочек около 1,5 часа. Подаем к столу, украсив зеленью. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Шампиньоны. 100 грамм. Картофель. 5 штук. Лук репчатый. 2 штуки. Морковь. 1 штука. Растительное масло. 100 мл. Фасоль консервированная в банках. 1 штука. Куриное мясо. 500 грамм. Томатный сок. 1 стакан. Мюка. 1 столовая ложка. Соль. Специи. По вкусу. Количество порций. 6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Еще увидимся.